Налоговики выбирают жертву И поняли, что под эти критерии может попасть каждый В результате все расслабились и стали вести свою деятельность Как и вели до того, как была опубликована вот эта концепция Так что возникает вопрос Неужели нет никакого критерия, чтобы определить, почему к вам придут? Нет, такие критерии есть, они выработаны практикой Но прежде чем назвать эти несколько критериев Я бы хотел сказать, что стоит за скобками Какова внутренняя кухня налогового органа Что налоговики думают и понимают перед тем, как выйти к вам с выездной налоговой проверкой Итак, любая выездная налоговая проверка должна быть рентабельной Второе, любая выездная налоговая проверка должна закончиться реальным доначислением И третье, любая выездная налоговая проверка, которая доначислит Все это должно быть реально взыскано Вот это все, что стоит за скобками Ну а теперь сами критерии Первым критерием является критерий возраста компании Возраст компании должен быть не менее двух лет Второй критерий это значительные обороты Ну значительные, так сказать, в кавычках Тем не менее, оборот в компании должен быть не менее 20 миллионов рублей Следующий, третий критерий Это компания должен управлять реальный, а не номинальный директор Ну чтобы было с кого взыскать Четвертое, у компании должны быть реальные активы Опять, чтобы было на что обратить взыскание Следующий критерий Это общая или упрощенная система налогообложения Доходы минус расходы И последний критерий Это собственно агрессивное налоговое планирование компании Которая всегда привлечет внимание налоговиков И они обязательно придут с проведением выездной налоговой проверки А отсюда вывод, что к проведению выездной налоговой проверки Всегда необходимо готовиться заранее Следующий вывод Вывод о том, что при введении своей деятельности Никогда не нужно употреблять простых налоговых схем Которые известны как арбитражным судам, так и самим налоговикам Ну и следующее Всегда каждый налогоплательщик должен понимать Что к проведению выездной налоговой проверки Необходимо готовиться заранее Ну а если возникнут вопросы Ждем вас в нашей компании Спасибо